Девушки отдыхают Девушки отдыхают Народный театр «Эксперимент» представит маленьким зрителям сказку «Волшебная ночь» или «Когда оживают игрушки» Анны Богачёвой. О чём расскажут ожившие на сцене персонажи? Ожившие персонажи в этом году у нас обычные куклы. Они поведают нашим маленьким зрителям о дружбе, о взаимовыручке и о помощи друг другу. Кто задействован, кто будет играть, как много людей работает? В этом году в нашей сказке принимают участники как и участники народного театра, так и мои коллеги, работники городского дома культуры. Ну и традиционно нам всегда помогает народный ансамбль танца «Ляльки». Подбирая людей, которые будут играть ту или иную роль, на что вы обращаете в первую очередь внимание? Как вы подбираете? Конечно же, в первую очередь я обращаю внимание на актёрские данные. Потом, допустим, когда роль Дедушки Мороза, серьёзная роль, конечно же, хотелось бы помимо актёрских данных ещё, чтобы актёр имел фактуру. Потому что маленький Дедушка Мороз может быть не совсем будет смотреться на большой сцене дома культуры, а человек рослый, я думаю, что будет вполне выглядеть достойно. Вот скажите, пожалуйста, как давно вы работаете над вот этой сказкой, которую покажете детям? И как подбираете репертуар новогодний? Ну то есть из года в год он меняется? Естественно, естественно. Дело в том, что режиссёр, да, занимается этим вопросом обычно летом. Когда на улице стоит жаркая пора, когда хочется искупнуться, вот, именно в этот период либо я сам пишу пьесу для Нового года, либо много перечитываю материала, и таким образом идёт отбор пьес. А потом самое лучшее я приношу в театр и со своими коллегами, скажем так, делаем отбор. А как вот это появилось? То есть вы её сами написали или это результат... Это результат творческих исканий, скажем так, да, потому как в этом году у меня лето было очень насыщенное, поэтому для написания времени не было. Но тем не менее я нашёл время для того, чтобы найти подходящую сказку, да, репертуар, скажем так. Вот это было несколько сказок, тоже довольно-таки интересных, забавных, весёлых. Но на наш взгляд, нашего творческого коллектива, эта сказка показалась более достойной. Евгения, за Вашими плечами постановки и для детей, и для взрослых. Скажите, для кого сложнее работать или легче? Вот как Вы готовитесь... Дело в том, что однозначно я сказать не могу, потому как я больше постановок сделал на детскую аудиторию, да, на взрослую моя самостоятельная работа, потому как со своими бывшими коллегами я сделал одну постановку, это по Адаму Мицкевичу Дяды, вот, но это было совместное. А где я выступил уже сам в качестве режиссёра, это постановка по мотивам музыкальной драмы Михося Чарота на купальне. Вы, наверное, тоже приходили, видели, вот, поэтому насколько, на какую аудиторию сложнее, для меня, вот, эта первая постановка на взрослую аудиторию, она была, так сказать, для меня экспериментальной, потому что я очень сильно волновался и переживал, вот, но мне очень хотелось именно на взрослую аудиторию поставить спектакль. Вы сами принимаете участие в своих постановках, ну, то есть в качестве актёра? Да, 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 во всех постановках я также стараюсь, не всегда это бывает, что это по моему желанию, бывают такие безвыходные ситуации, где мне именно приходится, вот, но я всегда с удовольствием принимаю участие, не стараюсь перетягивать на себя одеяло, скажем так, да, моя главная задача режиссура, вот, а в качестве актёра я уже, так сказать, это уже можно, если выразиться так, это хобби. А какие роли вы играете? Вот больше положительных героев или отрицательных? Ну, наверное, больше положительных, нежели отрицательных. Потому что так вот нравится или, ну, вот по типажу всё-таки больше добрый человек? Я как-то даже не задумывался над этим вопросом, но как-то, понимаете, каждый год разные ситуации бывают, да, и получается, что больше, больше как-то положительных, нежели отрицательных. Хотя в позапрошлом году мне довелось сыграть роль Бабы Яги, довольно такая живенькая Баба Яга получилась, и я даже очень так, для меня, как бы для актёра, очень было приятно эта роль. А скажите, вот когда вы сами играете, ну, режиссёр, понятно, он смотрит за игрой актёров, видит, где-то кто-то сфальшивил, где-то что-то, а вот как к самому режиссёру относиться к себе же и актёру? Вот как вы это совмещаете, где такая грань? Вы знаете, очень сложно, очень сложно находиться на сцене, играть, потому что я, когда нахожусь на сцене, я не вижу всех остальных актёров. Поэтому, скажем так, с профессиональной точки зрения, мне не очень нравится, когда я всё время нахожусь на сцене. С кем-то советуетесь? Вот приглашаем, может быть, коллег, чтобы посмотрели? Естественно, естественно, да, потому что я даже сам себя со стороны не вижу, да, но как бы пытаюсь вот немножко отстраниться, да, и сам за собой наблюдать. Естественно, это идёт анализ над ролью, особенно дома, когда я уже остаюсь один на один, я продумываю, как в этой или той ситуации мне обыграть данный момент. Много работаете вот дома над какими-то, скажем так, ролями, над актёрским мастерством? Не скажу, что это очень много времени занимает, да, но я, конечно, продумываю, продумываю, некоторые эпизоды даже прохожу дома, вот. Но в основном дома занимаюсь подготовкой самого спектакля, в общем. Продумываю и музыкальный ряд, и костюмы, да, и декорации, и реквизит. Вот это занимает очень довольно-таки много времени. Какая постановка запомнилась вам больше всего? Для меня самая, вот, которая более трогательная, более серьёзная постановка, это вот постановка на взрослую публику по мотивам Михася Чарота на купальне. А спектакль назывался «Никто не бачил, я купала плача». Вот эта постановка моя любимая. Вы хотели ещё вот поставить на сцене Дома культуры, может быть, для взрослой, для детской публики, вот, что-нибудь такое амбициозное. Есть такие какие-то вот мечты, которые ещё только-только вот, может быть, в планах и в мечтах, но они есть. Спасибо большое за такой вопрос. Конечно, конечно, есть в планах очень много творческих планов, да, но моя мечта, не знаю, насколько это осуществимо, но я думаю, что в будущем, конечно, мне повезёт осуществить эту постановку. Мне хочется сделать уличный спектакль. Дело в том, что мне довелось побывать на «Белой Веже» фестивале театральном, где именно профессиональные театры принимают участие, и там вот два раза приезжал театр с Польши, и они показывали уличные спектакли. Это настолько зрелищно, настолько запоминающе это всё. Поэтому вот именно уличный мне хотелось бы осуществить, осуществить, да. А если немножко опуститься на землю, то я надеюсь, что в городе Барановичи рано или поздно появится профессиональный театр, и в нём я надеюсь, что я поставлю какой-нибудь спектакль. Очень часто в Барановичи приезжают актёры из Санкт-Петербурга, из Минска. Вот вы, находясь, скажем так, в зале, на что в первую очередь обращаете внимание в игре, в костюмах? Что больше? Я на всё смотрю. Именно уже как профессионал, со своей профессиональной точки зрения, да. Но мне интересно образное решение спектакля. Мне интересны мизансцены, как режиссёр выстраивает. Мне интересен какой-то сюжет тот же, да. Естественно, костюмы, музыка. Просто дело в том, что когда приезжают профессиональные театры, и почему я всегда стараюсь попасть на них, не всегда это, конечно, получается, но тем не менее. Потому что там всё взаимосвязано, всё подчинено сверхзадаче, да. Потому как в самодеятельных коллективах мы немножко от этого отстаём. Но у вас народный театр. Да, хотя мы стремимся к этому. Мы стремимся. С чего у вас началась театральная деятельность? Почему избрали именно эту профессию? И что вас привело в театр? Если можно так сказать, в театр именно города Барановича я попал чисто случайно. Хотя я очень хотел этого. Благодаря тогдашнему директору Василию Степановичу Продуну, а я тогда приехал после института и искал себе место работы. Но поскольку я являюсь режиссёром по образованию, режиссёром массовых праздников, вот, конечно, в театр, может быть, я бы и не попал бы. Но я ещё в студенческие годы очень желал этого, чтобы именно заняться театральной деятельностью. Но тогда у меня немножко, ну, может быть, силы воли не хватило, чтобы перевестись на театральное отделение. Я подумал, что надо всё-таки уже закончить режиссёру массовых праздников. А уже когда приехал сюда, в город Барановичи, искал работу, и Василий Степанович сказал, если у тебя на данный момент не было работы, и он сказал, что если у тебя будет терпение и желание, то, пожалуйста, через полгода, если ты придёшь, я тебя возьму. И я ему поверю. Я набрался терпения, я полгода ждал. До этого я работал в районном методическом центре, методистом. И спустя полгода, когда я пришёл, он сказал, да, я тебя возьму. И с тех пор жизнь моя связалась с театром. Как относитесь к известному выражению в жизни театр, а люди в нём актёры? Очень положительно отношусь, потому как каждый человек в жизни играет даже не одну, а несколько ролей. На работе мы одни, дома мы совершенно другие, с любимой девушкой мы третьи. Хотя, конечно, я надеюсь, что у всех молодых людей искренние отношения, но тем не менее, это всё равно какая-то... человек накладывает на себя определённую маску. Поэтому, как я отношусь, положительно. Положительно, даже, если можно так сказать, несколько, когда задумываешься над этим, то даже по-философски отношусь к этому. Ну, наверное, главное не переиграть и не заигрываться. Спасибо, Евгений. Спасибо, что пришли к нам в студию и рассказали о новогодней сказке, которую вы готовите для маленьких горожан нашего города. Я хотела бы пожелать и вам, и нашим телезрителям, чтобы сказка была не только на сцене городского дома культуры, но и у каждого в жизни. Наша программа «Гость студии» завершается. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был режиссёр Народного театра «Эксперимент городского дома культуры» Евгений Рекиш. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова